Собор всех святых Это то же самое, как бесчисленные звезды на небе, многие из которых мы даже не видим, и все это говорит о бесконечности Божьей любви, о бесконечности Божьего всемогущества. Мы не все можем объять своим умом, своим взором, не все можем услышать, узнать, а святых много, как звезд на небе, и даже еще больше, потому что звезды бездушны, а святые — это живые храмы Духа Святаго. И вот не напрасно сам праздник всех святых отмечается буквально через неделю после Дня Святой Пятидесятницы, когда вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов. Потому что святость людей — это и есть, собственно говоря, плод сошествия Святого Духа. Потому что святость — это не просто какие-то человеческие такие вот хорошие черты. Люди могут быть, конечно, и добрые, и вежливые, могут знать правила хорошего тона, вежливо беседовать друг с другом, не толкать, не задевать, переводить бабушку через дорогу. И много всего такого положительного, что может встретиться среди людей. Но святость — это не просто высокая нравственность. Потому что и атеисты могут быть высоконравственны, и мы этого не отрицаем. А святость — есть приобщенность человека Святому Духу. Вот как Господь говорил «Будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш». То есть, прежде всего, Он говорит «Свят я, Господь Бог ваш». Именно Господь и есть источник святости, как неизреченного божественного света. А люди — это уже как цветочки, которые тянутся к вот этому солнцу правды и воспринимают от него божественный свет. И поэтому святость человеческая, на самом деле, вот как и говорил об этом преподобный Серафим Саровский, это, собственно, и есть стяжание Духа Святаго. И если ты не стяжал Духа Святаго, то какая общность может быть тебя вместе со святыми? А ведь апостол Павел говорит «Сия есть воля Божия, святость ваша». И святые — это, на самом деле, вот если брать по-человечески, это такие же люди, как и каждый из нас. Кто-то из них был талантлив, кто-то не очень, кто-то грамотный, кто-то не знал вообще ничего и не умел читать и писать, и жил где-нибудь в пустыне. Они отличались разными характерами, были общительные и были безмолвники. И вот мы видим, что, допустим, есть такие, которые сторонились людей, как, допустим, преподобный Антоний Великий, родоначальник всего монашества, или преподобный Антоний Печерский, который тоже родоначальник монашества на Руси. И едва он набрал 12 чучеников, как он вновь уходит в затвор, затворяется в своей пещере. Но вся обитель держится его молитвами, и все совершает только с его благословением. А бывают именно такие вот проповедники, которые даже если уйдут в пустыню, то Господь извлечет их оттуда и приведет в мир. Как, например, святитель Иоанн Златоуст, который желал быть отшельником, пустынником, и ушел к монахам за город Антиохию, удалился на гору, жил там в пещере. Но через каких-то 3-4 года Господь подает ему такую сильную болезнь, желудочные боли, что он не может питаться вот этой вот дикой пищей, какими-то кореньями, растениями. И чтобы вроде бы сохранить ему временную земную жизнь, Господь возвращает его в город Антиохию, и посредством него людей привлекает к жизни вечной, к жизни духовной. То есть вот какое может быть удивительное действие Божие. И спасая здоровье какому-то святому, Господь через него спасает души людей, души многих людей для вечности. И много было ораторов, таких как Григорий Богослов или Василий Великий. И они же удивительные богословы, мыслители и христианские философы. Без них немыслимо наше догматическое богословие, так же как, скажем, здание немыслимо без несущих конструкций. Но не все могут читать книги христианских ученых, не все могут понимать, о чем писали святые отцы в своих богословских трактатах. И для этого нам даются такие подвижники, как преподобный Паисий Святогорец или преподобный Гавриил Ургебадзе, Гавриил Самтаврийский. То есть такие вот простонародные и доступные всем святые отцы, которые понимают простого человека, и простой человек понимает их. То есть святость – это такой преизобильный дар, который Господь дает человечеству, что этот дар, он действует в каждом по-своему, но и дает каждому свое. Кому нужна ученость, он дает ученость. Кому утешение, дает утешение. Кому, кто ищет в церкви какую-то яркую, блистательную проповедь, он это найдет. Кто хочет обрести духовника и утешителя твоей души в твоих жизненных скорбях, и он и это найдет. То есть Святой Дух действует многообразными дарами. И при этом каждый святой, вот что удивительно дело, никогда не считал себя, собственно говоря, святым. Вот как мы видим это в жизни, допустим, преподобного Ефрема Сирина. А Ефрем Сирин – это тот христианский аскет, который сформулировал понятие церкви не как общество святых, а как общество кающихся грешников. И с детства сам Ефрем не отличался великим благочестием. И только когда Господь провел его через жизненные скорби, когда он вроде бы несправедливо был осужден и вынужден был, находясь в заключении, углубленно думать о смысле жизни, то Господь, явившись, сказал ему, «Внимай промыслу Божию, и ты уразумеешь, что никто из находящихся здесь не страдает невинно». То есть каждый получает то, что он заслужил. И преподобный Ефрем Сирин с этого времени уже вел новый образ жизни. И он видел свою немощь. Вот только за счет видения своей немощи святые они достигли святости. В этом их отличие от земных героев. Потому что земные герои зачастую совершают какой-то единичный подвиг, даже могут пожертвовать собой за счет такого необыкновенного внутреннего подъема. Им ставятся памятники, о них пишутся книги. А путь святости – это путь ежедневного возделывания самого себя и преодоления своих постоянных внутренней немощи. Вот как знаете, император Петр I, он как-то однажды в сокрушении сердца говорил, что вот я, говорил он, одолел стрельцов, я победил Софью, которая претендовала на трон, я превозмог Карла и много чего еще совершил, а вот самого себя не могу победить. И Петр I, при всех его вот вроде бы таких общегосударственных заслугах, он не мог победить самого себя и от этого сам страдал. А святые – это и были как раз и есть те люди, которые победили себя. И подвиг их не в каком-то внешнем земном героизме, а подвиг их в том, что они победили свои внутренние греховные страсти. И такая душа становится чистой, а чистая душа обретает Божью благодать. И такая душа становится способной утешать и поддерживать других. И в этом и есть как раз секрет святости. Во многом тайна святости для нас непостижима. Мы можем только вот смиренно склонять пред ней свою голову и понимаем, что сами мы, конечно, очень и очень далеки от этого. Но неделя всех святых говорит нам о том, что благодать Святого Духа, неспосланная Церкви, она оказалась небездейственной. Она и разбойников притворяла, величайших святых, и блудников, вцеломудренных, гневливых, вкротких. И все это совершилось за счет Святого Духа. И сама святость, как мы и говорим, собственно, и есть стяжание Духа Святого. Вот по молитвам всех святых, дай Господь и нам дара благодати Святого Духа, который преображает, очищает и вносит в сердце сокровенный, удивительный мир. Аминь. 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 Аминь.